В сентябре, через пять месяцев после принятия необходимых мер по сдерживанию пандемии, Папа Франциско снова видели в окружении паломников. Ватикан установил протоколы, позволяющие Святейшему Отцу проводить катехизацию по средам с пятью сотнями паломников. Аудиенции проходили во дворе Святого Дома, все внутри Ватикана. После стольких месяцев мы возобновляем наши личные встречи и встречаемся лицом к лицу, а не через интернет. Это замечательно. В сентябре в Ватикане также были приняты важные решения. Например, Святой Престол решил продлить свое соглашение с Китаем. Это решение вызвало реакцию в Вашингтоне. Глава американской дипломатии приехал в Ватикан, чтобы выразить свое мнение. Он считал, что Ватикан ставит под сомнение свой моральный авторитет, возобновляя пакт. В ответ Святой Престол заявил, что соглашение не имеет ничего общества с политикой и касается исключительно пастырского процесса. В сентябре большой резонанс вызвала скандальная отставка кардинала Анджела Бетчо. Он ушел в отставку с должности главы конгрегации по делам святых и перестал быть кардиналом. Вчера до двух минут седьмого вечера я чувствовал себя другом папы, верным человеком, выполнявшим моего пожелания. Однако в тот момент папа поговорил со мной и сказал, что больше не доверяет мне. Он больше не доверяет мне, потому что ему сказали, что я совершил преступление в виде хищения. Он принял решение покинуть коллегию кардиналов по просьбе папы. Кардинал Бетчо стал фигурантом в деле расследования нецелевого использования средств, случившимся, когда он был заместителем государственного секретаря. Анджела Бетчо отрицает, что совершил какое-либо преступление.